Всем привет, я Олеся Медведева и это Ясно Понятно, блог на канале Страна.ua. Во-первых, я хочу проанонсировать новый спецпроект, чей Крым 5 лет без Украины. Я съездила в Крым, посмотрела, как там все есть на самом деле и совсем скоро покажу вам, поэтому следите за обновлениями на канале. Если вы еще вдруг не подписаны на страну в ютубе, обязательно сделайте это и поставьте колокольчик, тогда вы будете получать уведомления о новых наших видео. Ну а сегодня мы поговорим с вами о выборах, потому что буквально через несколько дней они выйдут на финишную прямую. 7 марта истекает срок, когда кандидаты могут сняться с гонки, после чего утверждается вариант бюллетеня с фамилиями и отправляется в печать. Поэтому есть смысл посмотреть, в каком виде кандидаты подходят к финишу. Тем более, что там есть много новостей. Что уже можно сказать о будущем результате выборов президента Украины, смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Пожалуй, начнем с президента, дорогого нашего Петра Алексеевича Порошенко. Социологи с конца января фиксируют увеличение рейтинга Порошенко. Правда, нормальным людям было достаточно таки сложно понять, за счет чего такой рост. Ведь Томас, Тур и все мероприятия, посвященные Томасу, уже фактически закончились, а период раздачи пряников, это монетизированные субсидии и повышение пенсии, начнутся только в марте. Поэтому, как я уже говорила, высказывались предположения о том, что этот рейтинг ему нарисовали для того, чтобы оправдать будущий подкуп избирателей по схеме сетка, о которой страна и я уже детально рассказывали. Однако, события последних двух недель, похоже, перебили уже и эту технологию. Порошенко оказался в центре сразу нескольких скандалов. Во-первых, по поводу вышеупомянутой сетки. Кроме имиджевого ущерба и возникновения чувства лоха у людей, которые собирались проголосовать за Порошенко бесплатно, данный скандал также нанес и аппаратный удар по кампании президента. Он продемонстрировал резко негативную реакцию министра внутренних дел Арсена Авакова. И если до того разговоры об особой позиции министра были на уровне слухов, то теперь это доказанный факт. Что стало сигналом для всей вертикали власти, что Порошенко единолично всю эту вертикаль уже не контролирует. А значит, бог его знает, можно ли будет безнаказанно фальсифицировать результаты выборов. Второй удар – это скандал в Укроборонпроме с соратником Порошенко-Гладковским. Он бьет в самое сердце по предвыборной кампании президента по имиджу создателя отца украинской армии и воина-защитника от российской агрессии. И получается, что Порошенко и его команда – это вовсе не защитники, а банально мародеры. Обвиняемые, конечно же, в публичном пространстве, в информационном пространстве пытаются всю ситуацию переиграть. Сын Гладковского, Игорь Гладковский, записал смешной ролик, где назвал все обвинения фейком. Тем не менее, в рекламу этого ролика вкладывается десятки тысяч долларов. И если вы уже встречали это агрессивное промо, напишите об этом в комментариях с пометкой, где именно вы его встречали. А также вы можете посмотреть мою реакцию на вторую часть расследования Бигуса, точнее третью, а также ответку Гладковского в моем предыдущем блоге. Ну а президент, в свою очередь, уволил Олега Гладковского с поста заместителя главы СНБО и всем очень строго грозит пальчиком за коррупционные схемы. Я, конечно, извиняюсь, но увольнение – это что? Это реальное наказание за разворовывание государственных средств и заработки на войне? А как же отрубленные руки? Где? Хоть одна. Покажите. В новой части расследования рассказывают, как Гладковский закупал высокометры в России, а потом перепродавал украинским предприятиям с семикратной накруткой цен. Причем 30 тысяч долларов от ката ушло самому Гладковскому старшему. 30 тысяч долларов. Ближайший соратник президента за такую сумму пошел на откровенный грабеж украинского бюджета и украинской оборонки во время войны. Интересно, а хоть десяточка с этого отката Порошенко перепала, ну или может быть двадцаточка, насколько мы знаем, он не очень щедрый. Третий удар – это отмена статьи за незаконное обогащение чиновников Конституционным судом Украины, который контролируется Порошенко. Гарант тут же заявил о внесении этой статьи в новой редакции, но эксперты говорят о том, что в ней также уходят от ответственности чиновники и депутаты за незаконное обогащение. Этот скандал еще раз напомнил обществу, кто на самом деле является центром коррупции в Украине. Четвертый удар непосредственно с самим Порошенко не связан, но все равно бьет рикошетом по его рейтингу. Это скандал с национальным отбором украинских кандидатов, которые могли поехать на Евровидение, но, как вы уже знаете, Украина не будет принимать в этом году в нем участие. Власти настолько тупо вмешались в этот национальный отбор, который по сути с политикой никак не связан, что это вызвало огромное раздражение в обществе. Первые исследования, которые появились после всех этих событий в конце прошлой недели и в начале этой от Центра Софии и группы Рейтинг, показали, что Порошенко либо вообще ушел на третье место на первом Зеленске и на втором Тимошенко по данным исследовательского Центра Софии. При этом отрыв идущего четвертым Юрия Бойко от Порошенко довольно незначительный, либо находится вровень с Тимошенко по данным рейтинга, то есть о стабильном втором месте говорить уже не приходится. Хотя сбрасываться счетов президента, конечно же, не стоит. В марте банковая запланировала масштабную раздачу плюшек, раздачу монетизированных льгот, повышение пенсии, надбавки к пенсиям и прочее. Начинаются выплаты соцпомощи участникам сетки, а избирательные комиссии наполнены представителями технических кандидатов от Порошенко. В общем, оппозиции нужно будет еще сильно поработать для того, чтобы окончательно закрыть дорогу для Порошенко во второй тур. Теперь о Зеленском. Его рейтинг совершил скачок в конце января, в начале февраля и вывел его во всех соцопросах на первое место. Затем он притормозился и сейчас колебается примерно от 19 до 25 процентов, судя по разным соцопросам и исследованиям. А так как в числе этих процентов значительная доля молодежи, то у кандидата Зе есть большой риск. За счет более низкой явки молодых избирателей реальный показатель рейтинга Зе может быть намного ниже, чем ему пророчат социологи. Параллельно к нему пошли ходоки от западных структур, тот же Волкер и представители МВФ, а западная пресса уже довольно-таки часто пишет о Зеленском, как о будущем вероятном президенте Украины. С одной стороны, для Зеленского это хорошо, потому что он становится рукопожатным на Западе среди сильных мира сего. А с другой стороны, многое из того, что он и его люди говорят на этих встречах, может очень сильно не понравиться части его избирателей. На многих очень сильное впечатление произвело высказывание Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», которого играет Владимир Зеленский, в то время, когда он посылает МВФ в жопу. А реально Зеленский заявляет, что он с МВФ продолжит работу. И в фильме, и в жизни Зеленский периодически заявляет, что ему очень не нравятся наезды на русский язык и вообще спекуляции по мовному пытанию. Но его политехнолог Дмитрий Разумков заявляет, что русскоязычное население защищать не надо. И это на фоне полной ликвидации обучения, образования на русском языке и подготовки внедрения в жизнь закона о тотальной украинизации. В общем, есть к нему определенные вопросы. Теперь о нашей дорогой Юлии Владимировне Тимошенко. Юлия Владимировна в конце января во всех рейтингах фактически сместилась с первого места на второе-третье. Хотя она всем своим соратникам доказывает, что эти рейтинги все дуты и на самом деле она на первом месте, у меня лично есть сомнения о том, что все службы социологических опросов могут так ошибаться. Очевидно, что часть голосов от Тимошенко перетекла постепенно к Зеленскому, которого многие уже видят основным конкурентом Борошенко. И сейчас Леди Ю предпринимает сверхусилия для того, чтобы повернуть это движение вспять и как минимум попасть во второй тур. Она вместе с Аваковым активно раскручивает скандал сеткой, а также подогревает скандал вокруг Укроборонпром. По этому поводу она даже хочет инициировать импичмент Порошенко. До выборов осталось всего-то ничего и по сути это ни к чему не приведет, но создаст определенный информационный шум в пользу Тимошенко. Также Юлия Владимировна выпустила на гора сразу несколько популистских инициатив, вроде возврата сумм вкладчиков Сбербанка. Поможет ли это ей нарастить рейтинг, увидим по результатам ближайших соцопросов. А вот у Анатолия Гриценко, который последний месяц плюлся пятым в списке кандидатов с большим отрывом от первой четверки, сейчас появился шанс. Его ближайший конкурент мэр Львова Андрей Садовой снял свою кандидатуру в его пользу. Садовой, который ранее хотел идти самостоятельно для того, чтобы на парламентских выборах потом с определенным рейтингом завести свою партию в парламент, увидел, что его настоящий рейтинг не превышает 3%. А потому результаты выборов могут стать фиаско, как для него, так и для его партии. Поэтому более разумно войти в союз с Гриценко и потом получить определенное количество мест в общем списке объединенной партии на выборах в Раду. Сам ли он дошел до этой мысли или ему все же маленький Иисус подсказал, или, быть может, уже совсем и не маленький, а большой, не суть важна. Важен результат. Правда, даже объединенные усилия и рейтинги Садового и Гриценко не дает шанс экс-министру обороны претендовать на выход во второй тур выборов. Однако это объединение может, конечно, привлечь часть голосов избирателей, которые раньше не хотели отдавать за него свой голос, понимая, что шансов у него фактически нет. К слову, это позволит откусить определенный процент у Порошенко. Так как за действующего президента были готовы проголосовать и многие либералы, как единственную альтернативу популистке Тимошенко и непонятному Зеленскому. А теперь после объединения с Садовым Гриценко становится довольно-таки сильной фигурой на либеральном фланге и без вот этого коррупционного шлейфа, как у Порошенко. Также рукопожатный на Западе и любимец всех еврореформаторов, еврооптимистов и всей остальной майданной тусовки. А на будущих выборах в Раду за счет такой консолидации у Гриценко появится неплохой шанс завести довольно-таки немаленькую фракцию в парламент. По нынешним рейтингам там вырисовываются даже-таки новое большинство в лице фракций Зеленского, Тимошенко и Гриценко. Правда, больших идеологических отличий у них от действующей власти нет. Ни по МВФ, ни по НАТО, ни по отношениям с Россией. Если эта коалиция появится и сформирует большинство в парламенте, то нас с вами ожидает плюс-минус 5 лет того же самого курса, что и сейчас. А на альтернативном политическом флаге этим майданным силам пока разброд и шатание. Есть кандидат, которого поддерживает оппозиционная платформа «За життя» Юрий Бойко. Есть кандидат от Ахметовской части расколовшегося оппозиционного блока Александр Вилкул. И есть лидер партии «Наши» Евгений Мураев. И после того, как слился с Садовой, вновь заговорили о том, что и на этом фланге может случиться подобного рода консолидация. Тем более там картина вполне себе понятная. У Юрия Бойко по всем соцопросам более 10% рейтинга, а у Мураева Вилкула 1,5-3%. То есть разница тут между лидерами и аутсайдерами больше даже, чем у Гриценко и Садового была. Тем более, что Бойко в случае снятия кандидатов Мураева и Вилкула в его пользу, в отличие от Гриценко, имеет реальный шанс попасть во второй тур. А консолидация может остановить отток голосов юго-восточных регионов к Зеленскому. Страна задала прямой вопрос кандидата Мураеву и Вилкулу о возможности их снятия и получила отрицательный ответ. Например, Вилкул заявил, что Бойко сам должен сняться с выборов, а не подыгрывать Порошенко. Правда, самого Вилкула и стоящую за ним бизнес-группу Рината Ахметова обвиняют в том, что они сами подыгрывают Банковой, отказываясь объединяться с Бойко. Ведь если к Бойко перейдут голоса того же Вилкула и Мураева, то Бойко может в принципе перепрыгнуть Порошенко, окончательно закрыв ему выход во второй тур президентских выборов. Ну, в общем, сниматься с выборов оба кандидата в пользу Бойко не намерены. Хотя у них еще есть как минимум один день для того, чтобы подумать. Возможно также, что и консолидация произойдет после президентских выборов накануне парламентских, если еще не будет слишком поздно. На этом у меня все, друзья. С вами была я, Олеся Медведева. Скажите, украинские выборы это всегда сверхзахватывающий сюжет, достойный какого-нибудь голливудского блокбастера. Смотрите, ясно, понятно. Мы всегда рассказываем то, как оно есть на самом деле. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, если вы не подписаны. Оставляйте свое мнение в комментариях. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok